МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа новости 24. Как мы уже информировали, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев для ознакомления с ходом социально-экономических реформ и реализации крупных промышленных, аграрных, инфраструктурных проектов на местах посетил на Монганскую область. Сегодня руководитель страны встретился с активом региона, расставил акценты по его дальнейшему развитию во всех отраслях и сферах. Репортаж программы. Такие встречи в ходе рабочих поездок президентов региона отличаются конструктивным настроем и актуальностью поднимаемых тем, критическим анализом. Именно на их полях глава государства определяет конкретные ориентиры развития. Думаю, мы добьемся желаемого результата от этого совещания, если будем говорить друг с другом открыто, как это стало традицией в последнее время, и поднимем вопросы на всех уровнях, от махалей до районов. Наша самая большая цель – сделать жизнь людей благополучной. Именно поэтому сегодня актив области. Должностные лица от каждого района должны представить свои предложения. Мы сегодня поговорим о наших планах на следующий год, о том, какие у нас есть возможности, сказал глава государства. Президент отметил, что на местах достигнуты определенные успехи и изменения, но они еще не соответствуют целям, которые мы поставили перед собой. Кто говорит правду, тот сопричастен реформам. Найти свой путь, сделав правильные выводы из критики – вот самое большое подспорье для нас, отметил президент Шавкат Мерзиёев. На совещании отмечалось, что все еще есть руководители, не способные отказаться от устаревшего стиля работы. Подчеркнуто, что восстановление экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией, является очень сложной задачей, которая требует большой ответственности от должностных лиц, исполнительных органов на местах. Отмечено, что актуальными остаются вопросы поиска оптимальных путей развития на Манганской области, перезапуска экономики, создания рабочих мест и обеспечения занятости. Именно малый и средний бизнес, ремесленничество, сфера услуг призваны стать драйвером роста экономики и повышение доходов людей. Благодаря развитию данных направлений, необходимо вывести из категории бедных более 12,5 тысяч семей. В короткий срок в разрезе районов, городов, области будет разработана программа развития отрасли услуг. На реализацию проектов планируется направить в общей сложности 180 миллиардов суммов. Кроме того, кредитами в размере 350 миллиардов суммов будет поддержано семейное предпринимательство. Прошло время оваций. Наступили дни конкретных дел, проявление самоотдачи, сказал президент. Большой потенциал для развития экономики области сокрыт в малых промышленных зонах. Объем внесенных собственных средств предпринимателей, к примеру, в малую промышленную зону Юг-Салеш, говорит о том, что бизнес очень ответственно относится к этой инициативе. Уже реализовано 32 проекта на 311 миллиардов суммов. Поручено создать подобные зоны в каждом районе в течение двух лет как минимум по четыре. Для поддержки подобных проектов из фонда реконструкции и развития будет направлено 50 миллионов долларов. Важнейшее направление – последовательное развитие ювелирной промышленности. С этой целью в Намангане будет создан современный ювелирный центр. Откроется 4000 рабочих мест. В числе обозначенных задач – привлечение молодежи к занятиям ремеслом по принципу Устас Шуагер. Расширение числа самозанятых. Сети моноцентров «Ишкемархамат» со знанием в Папском, Чартакском, Наманганском, Туракурганском районах центров по обучению населения профессия. Их программы должны быть разносторонне направленными, учитывать условия области, работать в первую очередь с молодежью и женщинами. Во-вторых, подчеркнул президент, важно увеличить число инвестиционных проектов по строительству новых предприятий. В области прозвучало в 2020-2021 годах необходимо реализовать 1953 региональных проекта на 16,3 трлн сумм, создать 55 тысяч новых рабочих мест. Реализация данных мер позволит трудоустроить почти 10 600 членов бедных семей. Важная задача – в скором времени реализовать предпринимателям 43 пустующих, принадлежащих государству объекта, запустить новые предприятия на базе 1157 простаивающих частных. Поручено разработать комплексную программу социально-экономического развития Чартакского района, предусматривающую дальнейшее освоение земель, расширение площадей под теплицей, ускорение жилищного строительства. Важно прозвучало пересмотреть штатную структуру хакимиатов и на примере Чартака опробировать новую систему. Руководители секторов, хакимы районов будут непосредственно работать на местах, махалях, решать проблемы людей. Если мы не внедрим эту практику, уверен президент, мы не изменим положение дел, не обеспечим динамичного роста сферы и отрасли. Третье направление, обозначенное на встрече, интенсивное развитие аграрного сектора. Реализация проекта в данном направлении позволит трудоустроить более 13 400 членов бедных семей, повысить степень переработки хлопковолокна, увеличить объемы готовой продукции и поставки ее на экспорт. Районы должны поэтапно перейти к специализации по выращиванию на промышленной основе трех-четырех видов экспорта ориентированной плодо-овощной продукции. Важно разбивать новые плантации, внедрять водосберегающие технологии, широко распространять методы выращивания между рядьях других культур. Предприниматели, кластеры, подчеркнул президент, должны внедрять инновационные решения, максимально эффективно использовать каждый квадратный метр земли, выращивая, к примеру, в междурядьях хлопчатника сою. Необходимо в течение двух лет, по меньшей мере, в три раза нарастить холодильные и перерабатывающие мощности, последовательно развивать кролиководство, птицеводство, пчеловодство, рыбоводство, строить новые теплицы, создать кластеры по выращиванию перепелов. Животноводство. И в этом направлении обозначены конкретные целевые ориентиры. Все отрасли, сказал президент, взаимосвязаны. Чем больше мы будем производить, к примеру, диетической рыбы, тем ниже будет цена на мясо. Еще один важный приоритет – это улучшение жизни людей посредством дальнейшего расширения строительства домов и объектов инфраструктуры. А предстоит возвести немало многоэтажного жилья, совместно с иностранными инвесторами, современный деловой центр, реализовать масштабные проекты по улучшению снабжения населения питьевой водой. Необходимо также улучшить канализационную систему, качественно отремонтировать 394 километра автомобильных дорог, модернизировать сферу утилизации бытовых отходов на основе кластера. Последовательно, сказал президент, будет развиваться в регионе и социальная сфера. Приоритетное направление, которое находится в зоне ответственности руководителей секторов – создание действенной системы по трудоустройству тех, кто не поступил в ВУЗы. Широкое внедрение в практику обучения профессиям, начиная с седьмого класса. А ведь на рынке региона имеется реальная потребность в 100 категориях специалистов. Мы должны полностью оптимизировать системы дошкольного, школьного, вузовского образования. Именно тогда добьемся поставленных целей, сказал президент. Конкретные планы определены и по новому строительству, ремонту школ, детских садов, учреждений здравоохранения. Для трудоустройства женщин построят десятки швейно-трикотажных цехов. 30 миллиардов сумм кредитов будет направлено на поддержку молодежных бизнес-инициатив в рамках программы Йошлар Келаджагимэс. Еще одна точка роста, залог успеха, отметил руководитель страны, это запуск в регионе фабрики проектов. И в сфере духовности предстоит осуществить немало программ. Наманган, сказал президент, должен стать примером. Показать на деле, что можно сделать за год по направлению реализации задач, направленных на развитие, обогащение новыми гранями национальной культуры. Организовать эту работу прозвучало важно в каждом районе, в каждой школе. И почему, подчеркнул глава государства, мы, к примеру, не можем создать при каждом образовательном учреждении театр, инструментальный ансамбль, приобщать детей к искусству Макома. Прозвучал на встрече и анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений в регионе. На примере Намангана будет внедрена совершенно новая система обеспечения спокойствия в Махалях. Дело в том, что методы работы их председателя остаются прежними. Подвижек не видно. А потому вынес президент на рассмотрение кингаши народных депутатов региона предложение в качестве эксперимента назначить на должности руководителя сходов граждан энергичных, предприимчивых, горящих делом неутомимых молодых людей. И еще об одной выдвинутой инициативе. В городе Намангане сегодня проживает порядка 650 тысяч человек. С учетом приезжающих и того больше. Его население постоянно растет. Он все ближе к городу-миллионнику. Президент предложил в составе областного центра организовать новый район – Давлат-Обад. Это позволит значительно оптимизировать систему управления, создать безопасную, комфортную жизненную среду. На заседании актива по всем приоритетным направлениям предстоящей работы, конкретным механизмам реализации поставленных актуальных задач с предложениями по повышению эффективности деятельности, направленной в конечном итоге на повышение уровня и качества жизни людей, выступили заместители премьер-министр Хакимы. Представители различных сфер и отрасли, ветераны говорили о значимости реализуемых реформ, о том, как меняется жизнь простых людей, как важно сегодня, в период сложных испытаний, быть не сторонним наблюдателем, а активным участником преобразования. Звучали конструктивные предложения. Многие озвученные сегодня волнующие людей проблемы решались президентом прямо на месте. Реформы в сфере железнодорожной отрасли продолжаются. Большие преобразования сегодня можно увидеть и на примере железнодорожного вокзала города Намангана. Президент Шавкат Мирзиоев ознакомился с самыми последними изменениями после выполненных здесь строительно-реконструкционных работ. В целях создания удобств для посадки и высадки клиентов, а также повышения качества погрузочно-разгрузочных работ, а также повышения качества погрузочно-разгрузочных работ, построено два перона с общей протяженностью в один километр. Увеличено количество пассажирских мест до 250. Пропускная способность выросла до 2,5 тысяч пассажиров в сутки. Руководителю страны рассказали о будовствах, созданных для комфортного обслуживания граждан. В соответствии с современными требованиями были оснащены залы ожидания. Буфет, медицинский пункт, комната матери и ребёнка, справочный центр. И это далеко не всё. Возведена трёхэтажная гостиница на 30 мест. Словом, здание, построенное в 1972 году, было реконструировано согласно требованиям современной архитектуры. Теперь необязательно стоять у кассы и ждать очереди. Билет можно приобрести здесь всего лишь в пару кликов. И таких нефокиосков на вокзале несколько. Позаботились и о полезном досуге пассажиров. Создана насыщенная библиотека. Нужно сказать, такое можно увидеть не на каждом вокзале. Наша библиотека насчитывает свыше 200 книг. Но это только начало. В ближайшее будущее мы планируем обогатить наш фонд библиотеки и предоставить для читателей литературу на трёх языках. Несмотря на век информационных технологий, всё же книга оставляет за собой ценность и потребность. Мы очень надеемся, что это новшество станет приятным сюрпризом для наших пассажиров. Проводимые реформы направлены на оказание качественных услуг по организации и управлению перевозок железнодорожным транспортом, отвечающих требованиям безопасности, надёжности, конкурентоспособности, полностью удовлетворяющим пожеланиям потребителей и отвечающим мировому уровню. Вокзал имеет очень важную роль в развитии программы по туризму по всей республике. И это является одной из опорных точек. Наша программа, которая осуществляет железную дорогу по электрификации железных дорог всей Ферганской области, в том числе Андижанской области, Ферганской области и Наманганской области, заканчивается проект строительства кольцевой дороги протяжённой 331 км. И вот эта кольцевая дорога будет обслуживаться новыми электричками. Наш президент дал поручение ускорить нашу работу по электрификации, обеспечить качество выполненных работ, обеспечить слаженную работу всех поездов. Здесь же составилась презентация нескольких проектов в сфере народного, ташкольного образования, обеспечения трудоустройства местного населения, в частности молодёжи. Прозвучали идеи об оптимизации учебного процесса. На этом поездка президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиоева в Наманганскую область завершилась. Глава государства вернулся в Ташкент. 27 июня. День работников печати и средств массовой информации. Как отмечал глава нашего государства в поздравительном послании, сегодня, строя правовое демократическое государство, мы должны следовать признанным во всём мире незыблемым требованиям и критериям журналистики. Главнейший из этих принципов объективность и достоверность. Обзор нашей программы объединил мнения тех, для кого расставленные акценты имеют особое значение и в личностном, и в профессиональном плане. Президент отметил, что в последние три года было внесено очень много законодательных основ, регулировали эту сферу. Например, более 10 законодательных актов было принято. Это не просто поздравление, а такой аналитический материал. Какие есть достижения, какие есть недостатки. Всё это он отразил в своём поздравлении и дал направление, как их нужно решать. Например, отметил, что в последние три года эта сфера очень динамично развивается. Журналисты стали более решительны, более объективны. Я думаю, поздравление станет толчком для всех наших коллег для дальнейшей своей деятельности, объективной и достоверной. Если бы раньше мы имели в виду традиционные средства массовой информации, это телевидение, радио и газета, сегодня их нища ещё пополнился ещё благосферой и обычными гражданами, которые умеют писать и доводить свои мысли до читателя. Поздравление головы государства. И было отмечено, что сегодня журналистам порой не хватает то качество, которое они должны впереди всех. Локомотив, они же открытые душа общества, это некий метроном общества, понимаете, журналисты. И не зря мы выбрали эту профессию. Нам нет такого слова покой или отдых. Это в хорошем и прямом смысле. Если мы кому-то помогаем, мы если поднимаем вопросы, это же для развития общества. Журналисты сегодня стали, я бы сказал, рупорами данных проблем, которые не слушались годами. Были ведомства и министерства, которые просто забыли, что есть такие люди, которые нуждаются в их помощи. А сейчас помощью этого же именно рупора власть начал общение с народом. И очень благополучно. Решаются же очень много проблемы. Оказывается, возможно же. Президент сделан ставку на таких основополагающих принципах, как достоверность и эффективность информации. Это, безусловно, столпы, можно так сказать, работа средств на свою информацию. Мы в последние годы видим, что происходит очень много изменений. В частности, это отражается на работе пресс-служб. То есть они стали более открыты, более прозрачны и идут, конечно, на контакт со средствами массовой информации. Мы это, конечно, не можем не замечать. Что касается развития средств массовой информации, то мы можем хорошо это увидеть по онлайн-СМИ, то есть по работе сайтов, которые, конечно, набирают обороты. Но, разумеется, в этом направлении нам тоже всем есть над чем работать и к чему стремиться. И, я думаю, те озвученные моменты в поздравлении президента, они тоже послужат, скажем так, мотивации для дальнейшего роста и развития всей сферы. Поздравление президента вдохновило всех работников СМИ. Это для нас очень важно, потому что если правильно отмечают твой труд, вложенный и оценивают это, это очень приятно. Он очень правильно отметил то, что сейчас в сети очень много преобладает и в газетах, и в журналах, и в телевидении очень много преобладает не очень качественных материалов, очень мало расследований, очень мало расследовательской журналистики, очень мало качественных статей. Как он правильно отметил, президент, сейчас для того, чтобы страна очень быстро и правильно развивалась, нужны качественные, достоверные материалы. Для того, чтобы общество менялось в лучшую сторону, журналисты должны работать над собой. Если каждый журналист будет постоянно повышать свою квалификацию, работать над собой, работать совместно с пресс-службами не только на территории Республики Узбекистан, но и повышать свою квалификацию за границей, тогда журналистика встанет на новый этап своего развития. Продолжаем выпуск. Как уже сообщалось, в эти дни члены парламента знакомятся с социально-экономическим развитием региона. В частности, 24-26 июня рабочая группа из числа представителей Сената Оли Маджлиса побывала в районах и городах Антижанской области на выборочной основе с целью изучения состояния работы, осуществляемой руководителями секторов и исполнительных органов по повышению уровня и качества жизни населения путем решения волнующих людей проблем. В плане реализации обозначенных актуальных задач во время визита президента в Антижанскую область в мероприятии по сокращению бедности в регионе создана конкретная система. Рабочая группа Сената Оли Маджлиса провела изучение в Пахтабадском, Джалакудукском, Асакинском, Шахриханском районах. В области разработана специальная программа по сокращению бедности. Работа проводится целенаправленная, чтобы конкретно вывести из этой категории семьи и обеспечить им стабильные источники доходов, привлекая к занятию в определенном направлении. И здесь действует глубоко продуманная программа мер. В частности, для продолжения развития крыльководства создано более 10 проектов. С целью сокращения бедности при участии депутатов областного, городских и районных кингашей, народных депутатов, активистов махалей проведена опись на местах. В результате чего в 882 махалинских сходах граждан выявлены 40 725 граждан из малообеспеченных, нуждающихся в социальной защите, лишившихся источников дохода во время карантина семей, одиноких соотечественников. Действует система по обеспечению занятости одного члена из каждой такой семьи, созданию источников дохода посредством организации крыльководческого, рыбоводческого, человодческого, цицеводческого кластеров, а также по разведению коз. В Лугнарском районе проживает 59 961 человек. Необходимо повысить уровень благосостояния 2043 семей. В это благое дело свой вклад вносит и фермерское хозяйство «Андежон Бройлер», раздавая сельчанам по 100-200 цыплят, обеспечивая кормами. Такой возможностью в птицеводстве воспользовалась и на Фисахон Дыххонова из Махали Чоробот. Еще одна из острых проблем связана с обеспечением жильем, потому начали возводить новые городки. Тем самым на строительных площадках трудоустраивается незанятое население и воплощаются в жизнь многолетние мечты и надежды граждан касательно приобретения современной жилплощади. Также в третьем квартале этого года будут трудоустроены 7337 человек, а по итогам 9 месяцев их число достигнет 35 189. В предпринимательстве 1475, в ремесленничестве 2260, за счет реализации инвестиционных проектов 2990, бизнес-инициатив в агропромышленном комплексе 512. 100 человек будут привлечены к общественным работам. В четвертом квартале обеспечат занятость 5536 соотечественников. К концу года по одному человеку из 40 725 семей, включенных в железную тетрадь, обретут постоянные рабочие места. Рабочая группа депутатов Нижней палаты парламента посетила регионы страны. Парламентарии провели встречи с жителями, бизнес-сообществом, представителями гражданского общества. По итогам работы состоялись заседания Кенгаша законодательной палаты в формате видеоконференции, где были озвучены выводы о состоянии дел. О результатах изучения в республике Каракалпакстан и Сардаринской области репортаж программы. В центре внимания участников заседания были выводы, сделанные депутатской рабочей группой по итогам изучения ситуации в Каракалпакстане. Парламентарии сосредоточили внимание на мерах, предпринимаемых руководителями исполнительных органов власти и секторов по рациональному использованию льгот, предоставляемых бизнесу, на этапах социально-экономического развития, сокращении бедности и в вопросах обеспечения занятости, а также на повышении эффективности оказания медицинских услуг во время пандемии. Серьезным является вопрос предоставления налоговых льгот предпринимателям Каракалпакстана. В настоящее время в регионе действуют 1968 микрофирм. Им предоставили льготы по налогам с товарооборота на имущество, земельного, а также налога на использование водных ресурсов при условии уплаты равными частями в течение 12 месяцев. Таким образом, предприниматели получили возможность в течение года использовать 3 миллиарда 980 миллионов сумм без выплаты процентов. Рабочая группа положительно оценила, что в целях смягчения последствий пандемии, обеспечения выполнения указов президента, направленных на поддержку населения и предпринимателей в этот период, были продлены сроки погашения по кредитам, коммерческими банками региона, перенесены сроки оплат. Сформирован адресный список 37 проектов на более чем 153 миллиарда суммов с участием местных и иностранных капиталов. Реализация предусмотрена на 2020-2021 годы. Мы изучили систему работы, выплаты работникам медперсоналов, надбавки работникам сам эпидемических агентств, а также изучили регулирование цен по продуктам первой необходимости. Мое личное мнение, что в каждом районе очень многое зависит от хокемиатов, от руководителей, в тех регионах, где руководители отнеслись с ответственностью и квалифицированно именно поставленных перед ними задачами, то, естественно, чувствовалось более оптимистическое настроение населения. Вместе с тем на заседании подчеркивалось, возможности региона и потенциал оказываемой государственной поддержки должны использоваться более продуктивно и ответственно. Например, сумма спонсорской помощи, выплаченной фондом «Саховат-Вакумакь», превысила 6,5 миллиардов сумм. Сегодня средства используются недостаточно. Депутаты предложили рабочей группе обеспечить их систематическое распределение между нуждающимися семьями. Участники мероприятия высоко оценили практические предложения, поступившие от населения. Они могут помочь в усовершенствовании законодательства, развитии предпринимательства и сокращении бедности. И в дальнейшем будут предметом изучения и реализации членами Кенгяша законодательной палаты, председателем Жокорги Кенгеса Каракалпакстана и депутатами местных Кенгяшей. Результаты изучения рабочей группы ситуации в Сырдаринской области также были рассмотрены на заседании Кенгяша законодательной палаты. Участие в нем онлайн приняли Хуаким области, руководители секторов. Спикером Нижней палаты отмечалось из-за пандемии и природных явлений. Население региона столкнулось с целым рядом проблем. Но для их решения государством своевременно предприняты необходимые меры. Проведена масштабная работа по оказанию поддержки Сырдаринцам, по сокращению бедности и обеспечению занятости. В процессе изучения члены рабочей группы ознакомились с деятельностью производственных предприятий, провели встречи с предпринимателями, выслушали волнующие их проблемы и мнения о созданных возможностях. Также депутаты изучили работу секторов, представители министерства ведомств по предотвращению последствий пандемии и майских событий. Выяснилось, субъектам бизнеса оказана весомая помощь. В течение трех месяцев они освобождены от земельного и налога на имущество. Предоставлены и льготы по кредитам. 5,8% местного населения составляют бедные семьи. В результате предпринятых мер обеспечена занятость 36%. Еще 9068 человек будут трудоустроены до конца года. Однако, подчеркивалось, руководителям секторов следует уделять больше внимания вопросам социальной защиты населения, применение льгот и преференций, предусмотренных в указах и постановлениях главы государства. Необходимо также усилить эффективность работы центров содействия занятости. На заседании отмечена была важность разработки членами рабочей группы предложений по внесению изменений в законодательные акты, направления парламентских и депутатских запросов соответствующие министерству ведомства по выявленным проблемным вопросам республиканского уровня, проведение правительственных часов. В результате сегодняшнего заседания будет принято решение Кенгашу Али Маджлеса, которые будут давать рекомендации местным властям и местным Кенгашам по дальнейшей работе во время коронавирусной пандемии, по дальнейшей реализации всех задач, которые были предусмотрены в указах нашего уважаемого президента. И для того, чтобы те недоработки и те упущения, которые были выявлены в результате выездных изучений, были своевременно решены. Мы продолжаем рассказывать об эффективности деятельности народной приемной президента, которая стала решающим механизмом для рассмотрения волнующих людей проблем. Это касается вопросов, связанных с занятостью населения, жильем, выделением земель, инженерными коммуникациями, здравоохранением, судебно-правовой системой. Шурат Шакиров из Сурхандаринской области. На общественных приемах, организуемых народными приемными, при участии руководителей ответственных лиц секторов, министерств и ведомств, организаций, глубоко вникают в обращение граждан и принимаются меры по их комплексному решению. Основная часть волнующих населения вопросов связана с жильем, материальной помощью, заработной платой, пенсионным обеспечением, банковско-финансовой, налоговой, судебно-правовой сферами, занятостью, восстановлением на работу, образованием и здравоохранением, обеспечением природным газом, электроэнергией, ремонтом дорог. Многие из них решаются на месте. К примеру, после соответствующих обращений приступили к установке новых опор и протягиванию электрических линий в махалинских сходах граждан от Термези и Янгихайот Термезского района. В тот же день решили проблему Рахмаджуна Джаборова из Махали-Янгихайот. В его доме установили новый умный газовый счетчик. В процессе общественного приема представителям семьи, нуждающимся в социальной защите, вручили швейные машинки, духовки и газовые плиты, инвалидные коляски. Дельно Заганиева из махалинского схода граждан Солиобот рано потеряла родителей и осталась с несовершеннолетней сестрой. К тому же нет постоянной работы. Теперь и она имеет возможность заняться швейным делом и выполнять заказы на дому. Социальные условия в Козырыкском и Бандыханском районах считаются относительно тяжелыми, потому очередной такой диалог организовали в Козырыке, где рассмотрены обращения около 500 граждан. Чоршамба Эльмурода, Весмахалей-Сарой, Бандыханского района, вследствие произошедшего пять лет назад несчастного случая, был прикован к постели. На основе осмотра квалифицированные врачи из столицы пришли к мнению, что пациент может встать на ноги и ходить после соответствующей операции, для чего ранее у него не было средств необходимых. В этом ему оказали содействие. Пять лет как прикован к постели. Я инвалид первой группы. Мне выделили 35 миллионов сумм. Это большой дар – видеть, ходить, быть здоровым. Я очень доволен и согласен. Положительное разрешение получили и вопросы касательно коммунальной сферы. Улица требовала ремонта. Трудно было ходить по ней, особенно в ненастные зимние дни. Спасибо за оперативное реагирование на наши обращения. Уже приступили к работе. Сунат Насрединов и Сроджиден Самадов за совершение преступления решением суда получили наказание в качестве привлечения к исправительным работам. Учитывая их чистосердечное раскаяние в содеянном, группой пробаций Термесского района было внесено представление в Термеский районный суд по уголовным делам, которое было рассмотрено на выездном судебном заседании. В результате чего Сунат Насрединов и Сроджиден Самадов на основе соответствующих статей Уголовного кодекса Республики Узбекистан досрочно условно освобождены. Приходят не только со своими проблемами, но и чтобы выразить глубокую благодарность за оказанную ту или иную помощь. В частности, на одном из предыдущих общественных приемов Марья Мухаммедова пожаловалась на то, что его сына без никаких на то оснований уволили из органов внутренних дел. За прошедший период времени этот вопрос был тщательно изучен и справедливость восстановлена. Радость всей семье. Наше обращение не осталось без внимания. Спасибо государству за помощь и поддержку. Абдукарим Тоджиев доволен условиями, которые были созданы жителям для занятия дыхканством. На нашей территории было около 200 гектаров заброшенных, неосвоенных земель. По инициативе руководителя второго сектора отремонтировали лотки, установили насосы. Около 400 жителей Махали обеспечены работой, в том числе из малообеспеченных, потерявших кормильца семей. Молодежь от 18 до 30 лет. Словом, каждому вопросу уделяется пристальное внимание, чтобы своевременно и комплексно подойти к решению имеющихся на местах проблем, что позитивно отражается на создании достойных условий жизни, в дальнейшем повышении благосостояния народа. Далее о статистике текущей санитарно-эпидемиологической обстановки в республике. По данным Министерства здравоохранения, количество зарегистрированных случаев возражения коронавирусной инфекции в Узбекистане по состоянию на 27 июня составляет 7551 человек. На данный момент общее число выздоровевших от COVID-19 в стране достигло 5063. Количество летальных исходов – 20. Мировоззренческие и методологические основы глобальной и социальной биоэтики в миомедицинских исследованиях и клинической медицине. Тема объединила ряд ведущих специалистов вузов Узбекистана и России на международной конференции, организованной Ташкентским институтом стоматологии. Биомедицина, возникшая на стыке медицинских и биологических наук, является быстро развивающейся сферой современных знаний. И сохранение здоровья и жизни человека сегодня требует интенсивного гуманитарного и этического регулирования и контроля над научными исследованиями и инновационными технологиями, которые появляются в области биомедицины. В рамках глобальной и социальной биоэтики решение проблемы улучшения здравоохранения стало очень важной и неотложной задачей. Человек, который является объектом системы биомедицинских знаний и изучения, должен иметь понимание происходящих соответствующих процессов, что, в свою очередь, требует умения анализировать механизмы взаимодействия естественных и человеческих знаний. Об этом говорили эксперты в рамках международной научно-практической онлайн-конференции в Ташкентском государственном стоматологическом институте. Речь также шла о глобальном аспекте репрезентации биомедицинских исследований в СМИ и социокоммуникативном пространстве COVID-19. Эксперты обсудили и такой факт, как экстремальная биоэтика в экстремальной ситуации. Был также рассмотрен опыт других стран на тему методологические основания выявления взаимосвязанности биогенетической природы особенностей исследуемых этносов с учетом социокультурных традиций. Биоэтика будет способствовать не только социальному прогрессу, но и развитию медицины в целом, так как она неразрывно связана с медициной не только интеграцией, но и правовыми актами и другими нормативными документами. Дальнейшее наше сотрудничество с этими ведущими специалистами будет продолжаться во благо нашей страны, во благо укрепления наших взаимоотношений и на благо народа. В рамках онлайн-дискуссии были обсуждены такие темы, как инновационно-методологическая парадигма современной науки, междисциплинарный анализ различных культурных знаний и областей биоэтики, биомедицинской этики, экоэтики и проблемы, связанные с наукой в этом направлении. К другим темам. Согласно концепции развития кролиководства в Узбекистане, обозначена задача создать кролиководческие кластеры в регионах страны. В этой связи особую актуальность приобретает налаживание взаимовыгодного сотрудничества с ведущими международными компаниями в сфере генетики различных видов животных и привлечения передового зарубежного опыта в развитии отрасли. В этих целях посольством республики Узбекистан в Париже проведены встречи с руководством концерна Групп Гремот в селекционно-генетическом центре кролиководческой ферме ряда французских компаний. В ходе мероприятия организованы и онлайн-переговоры между узбекскими и французскими специалистами с участием руководства Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства, Ассоциация племенного кролиководства Узбекистана, а также заинтересованных фермерских хозяйств страны. Французская страна высоко оценила происходящее в Узбекистане преобразование в отрасли. Принимая во внимание большой потенциал нашей страны, выражена готовность в установлении сотрудничества и осуществлении совместных проектов с применением передового опыта в селекционно-генетической сфере. Следует отметить, что французские компании «Хайфам» и «Хайкл» создали линии гибридных племенных кроликов мясного направления, адаптированных к различным условиям производства. В целях комплексного развития данной отрасли в Узбекистане французскими специалистами рекомендовано создать промышленное кролиководческое хозяйство на основе кластерного подхода с внедрением последних новейших разработок, что, безусловно, способствует развитию этого направления по всей республике. По итогам переговоров были достигнуты следующие договоренности. Организация визита в Узбекистан генеральных директоров и специалистов компаний «Хайфам» и «Хайкл» в ближайшее время для проведения переговоров, комплексного изучения данного сектора и выработки конкретных предложений. Предоставление французской стране проектов развития кролиководческих хозяйств для разработки модели совершенствования отрасли с учетом местных потребностей и возможностей. Научный обмен между специалистами двух стран, а также обучение наших кролиководов в профильных центрах Франции. Главным управлением безопасности дорожного движения МВД реализуется работа по обеспечению безопасности дорожного движения в стране. В частности, предотвращению дорожно-транспортных происшествий, улучшению технического состояния транспортных средств и состояния дорог. Проводятся профилактические мероприятия среди участников дорожного движения. Наконец, система электронной регистрации административных протоколов с помощью планшетов успешно прошла тестовый режим и отныне внедряется в практику. Изначально электронные протоколы заполнялись лишь для водителей, не соблюдавших правила парковки и остановки. Теперь регистрацию прошли электронные протоколы по пяти видам нарушений ПДД. Проводится практическая работа по обеспечению эффективного внедрения данной системы. В частности, совершенствуются навыки составления административных протоколов профильных сотрудников регионов. Главное преимущество этой системы – экономия времени и инспектора, и водителя. Раньше затруднение вызывало установление личности пешехода. Теперь и эта проблема решена. Оформление административного протокола происходит быстро, и он сразу попадает в электронную базу данных. Теперь штрафоваться будут не только водители, но и пешеходы, нарушающие правила, поскольку аналитика происшествий на дорогах выявила рост показателя правонарушений, происходящих по вине именно пешеходов. Постепенного отказа от бумажного документа оборота требует само время. Фотоснимки с гаджетов, а также электронные протоколы будут рассматриваться. Компьютеризированы системы управления по безопасности движения, и только составленные правильно и обоснованно будут признаны действительными. Для эффективности профилактики ДТП в столице, особенно недопущения происшествий с участием детей в период летних каникул, в Махалях организованы целенаправленные встречи и дискуссии. Только в Ташкентской области за прошедший период этого года зарегистрировано 120 ДТП из-за превышения скоростного режима. Показатель заставляет серьезно задуматься. Постоянный мониторинг за ним ведут специалисты Управления безопасности дорожного движения, Главного управления внутренних дел по столичной области. Принимаются меры по сокращению количества таких нарушений за счет установления причинно-следственных связей. Для информации, автомобили марки Nexi оснащены современными устройствами, способными фиксировать скорость в движении. Расположены они в передней части. Также в машинах есть фоторадарные комплексы для стационарной работы. В салоне Nexi установлены 16-мегапиксельные видеокамеры. В день одной Nexi, оборудованной радарными устройствами, фиксируются около тысячи нарушений. Встречаются случаи, когда на одном и том же месте, тем же радаром, фиксируются двойные, тройные нарушения. Это свидетельствует о том, что некоторые водители крайне безответственны. И именно эти нарушители жалуются на большое количество радаров. ДТП происходит по вине таких водителей. Быть внимательными, законопослушными, соблюдающими правила следует всем участникам дорожного движения. И тогда вероятность добраться до пункта назначения будет значительно выше. Это был заключительный материал нашего выпуска. Вы смотрели новости 24 о развитии событий в наших следующих информационных выпусках. До встречи.